В Наринмаре подвели итоги конкурса по предоставлению грантов начинающим предпринимателям на создание и поддержку собственного бизнеса. Из семи заявок, одобренных к финансированию, четыре были предоставлены крестьянско-фермерским хозяйством. Анжелика Дементьева, одна из победителей конкурса грантов, несколько лет занимается разведением перепелов. Сначала это было личное подсобное хозяйство, но когда спрос начал расти, увеличение переросло в бизнес. На сегодняшний день спрос превышает предложение, поэтому мы хотим как минимум в два раза увеличить поголовье. И поэтому мы, во-первых, модернизируем немножко помещение, потому что если сейчас, допустим, форточек и открытых дверей хватает, чтобы проветрить, а когда будет большое поголовье, нужна будет хорошая вентиляция. Кроме устройства вентиляции, на средства гранта предприниматель планирует оборудовать отдельное помещение для молодняка и кормов. Сейчас в хозяйстве Дементьевых 350 несушек. В день они несут до 250 яиц. Особая гордость – размер перепелиного яйца. Весит такое яйцо 12 граммов. И это хороший показатель. По сравнению с куриным яйцом, в одном грамме перепелиного содержится в два раза больше витаминов. В отличие от куриных, перепелиные яйца способствуют понижению холестерина. У нас сейчас очень много детей-аллергиков. А яйцо перепелиное, оно же аллергии не вызывает. Очень много мам с маленькими детками берут у нас яйца. Очень много ослабленных людей после болезни берут. Просят, и мы продолжаем этим заниматься. И по большому счету сельское хозяйство больших денег ведь никогда не приносило и вряд ли принесет. Мы на это и не надеемся. Но, тем не менее, в принципе, приятно, что ты приносишь людям пользу. Даже скорлупа перепелиных яиц очень полезная. Состоящая на 90% из карбоната кальция, легко усваивается организмом. И вдобавок содержит все необходимые для организма микроэлементы. В том числе медь, тор, серу, кремний, цинк и другие. Всего 27 элементов. Состав яичной скорлупы перепелиных яиц поразительно совпадает с составом костей и зубов человека. И, кроме того, стимулирует кровотворную функцию костного мозга, приносит пользу всему организму. Вы знаете, у нас вообще еще не раз у себя не приходило. Дело в том, что перепелиные температуры тела 42 градуса. Почему перепелиные яйца можно абсолютно спокойно пить? Потому что они не болеют целыми дозами. И они не болеют большинство кишечных птиц, которые другие птицы подложили. Чтобы получить такой ценный продукт, кроме особого ухода, требуются и немалые денежные средства. За два дня 350 птиц съедает мешок зерна. А это 2000 рублей. Сейчас вот новые будут. Будут красивые. Вот там цеплятки. Сейчас у них можно это снимать. Они, правда, сегодня уже такие операции начали. А вчера-то они их уже очень любили. Они уже распыточные получали. У нас бывают месяцы, когда мы уходим в такой минус. Допустим, когда мы в начале месяца платим 40 тысяч за корм, потом в конце месяца 40 тысяч за доставку корма, а доходы от яйца, допустим, там 17-18, ну 20 тысяч максимум. И поэтому, вы знаете, люди очень просят не бросать. У меня иногда опускаются руки, а такое бывает. Чтобы у предпринимателей не опускались руки, в этом году Комитет инвестиций и развития предпринимательства существенно увеличил сумму гранта с 300 до 500 тысяч рублей. Эти средства помогут увеличить поголовье птиц до тысячи. Следовательно, количество перепелиных яиц увеличится до 750 в сутки. У нас много фермеров, да? У фермеров, наверное, беременную надо открывать. Я-то почему подумала, что там, как-то туда приезжали. Увеличить поголовье до тысячи в этом году сможет еще один владелец крестьянско-фермерского хозяйства Олег Павленко. У фермера более 400 голов. Кроме птиц в хозяйстве – козы, кролики, поросята. Ты не бодаешься? Домой, 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 домой. Дружелюбному козлику-кубику и свинке Нюше, как ее соседям, очень тесно в небольших загонах. А сейчас с наступлением осени еще и очень холодно. В первую очередь мы хотим часть небольшую потратить на постройку второго здания. Ну и то, так думаю, может одно большое сделаем, посмотрим. То есть нам нужно побыстрее сделать, чтобы, ну, как говорится, до снега. Потому что уже, ну, реально так прохладно. Мы печку добавили, уже внутри там тоже подтапливаем. Вот, и хорошо, что вот, как бы, эти деньги гранта. Большое спасибо, что, так сказать, не бросили нас, а помогли. Теплое оборудованное помещение позволит фермеру не только увеличить количество поголовья, но и облегчить условия труда. Устаем. Мы еще дежурим по ночам здесь, живем, можно сказать, с петухами. Пять часов, это строго, они перекликаются тут одни на улице, одни внутри. И вот, честное слово, час минимум это, вот они реально как будто разговаривают. Психуешь, встаешь, позавчера на улицу выкинула, чтобы поспать. Ну, сегодня было то же самое, устал, ну, все равно как-то, ну, уже на автопилоте привыкаешь. У Олега Павленко тяжелый график. Подъем в пять утра. К восьми часам нужно приготовить корм для животных. Потом по расписанию уборка загонов, дневная и вечерняя подкормка. Несмотря на тяжелый труд, предприниматель готовит подарок для маленьких жителей округа. А так, о культуре, в планах у меня всегда же как-то дети, да, животные. Будет более культурно, можно будет приходить, ну, типа открытый зоопарк будет. Все бесплатно, хотите, кто захочет, поможет. Ну, и с собой брать морковку, там, капусту, что-нибудь такое. Кролику обязательно сделаем, выгул, будут разные там, как возрастные. То есть свободно можно будет даже заходить их и трогать. То есть это, ну, для деток сделаем обязательно. Открытый зоопарк, по словам предпринимателя, смогут посещать все желающие, причем совершенно бесплатно. А продукцию, свежие яйца, мясо будут реализовываться в магазинах и детских дошкольных учреждениях города. В дальнейшем фермер планирует завести крупный рогатый скот. В этом году реализовать свои проекты по развитию крестьянско-фермерских хозяйств в рамках окружной программы смогут еще два предпринимателя. Александр Латышев из села Неси, Александр Григорьевых из Тельевски планирует на средства гранта построить коровники и обеспечивать жителям муниципалитетов молочной продукцией собственного производства.